да ребята мы к вам возвращаемся все-таки с полуфиналом будем показывать такие команды как armpower synergy на такой карте как молотов в формате light и собственно со мной также комментирует влад да всем снова привет те кто с нам новенькие подключились или все кто старенькие остались сейчас у нас типичное построение на миде будет от двух команд каких они красках красных что одна одни в хвои а вторые в краски карбон корбон дарик или металли в этом плане я не разбираюсь последнее время красках потому что их слишком много ставки за всеми не следишь и спасибо что они не в донатных катаются не за что я вот так и могу сказать сейчас будет короче у нас самоуничтожение и игра начнется какие у прогноз на эту карту подожди переран ты знаешь мне нету прогнозов алё если ну вот так нет у меня прогнозов нет синерджей в тач это так прогнозов нет в принципе а ну синерджи хорошо хорошо да ты из армян будешь ну я буду за красивую игру как обычно как всегда оригинально зашкаливает предлагаю пройти по составам и в принципе за красную нас начинают синерджи динамит за спай барс с самурай и старый лган мистер джон за синих начинают арм пауэр секретные кирюха 173 айнуб не материс как все фри и киллер а динамит уже успел потрогать флаг он стал так сказать открытием флага трогать или вот так будем называть этого игрока а истер лган сейчас будет разбираться с двумя игроками видимо дают хорошую сквозную рельсу по игрокам фри и не матерись как все и сумрайт должен разбирать обоих игроков что собственно она и делает так ну что мы видим то по сетапам секретный вижу на смоке у нас и кто там на смоке динамит я пока не вижу нет секретный надо секретный на смоке на с одной стороны а с другой стороны самурай и как раз таки у самурая резист от рельсы и у игрока динамит а за синюю команду резист от рельсы у игрока секретный и и и и все а нет и уже не матерись как все эти двух игроков ну резист от рельсы ой модуль а 30 это очень правильный выбор если одевает именно смог а потому что тогда у него больше шансов выжить и сбить побольше так сказать прицелов правильно рельсы и смог одна рельс это целых пять так что честно и неплохо в принципе синерджи врываются на базу и знаешь я тебе скажу что они играют за слабую базу мы что он раздельно же красная сторона в сегодня я так тебе скажу я не знаю это сильно для себя потому что красная это так до нас это должно возить я знаю я сам играл просто перепутал немножко сейчас в принципе ну таких в первом раунде не знаю как пойдет игра я думаю они присмотрятся друг другу команды вот когда уже армяне будет играть не знаю какой по счету третий раунд за синих то я думаю они будут сушить потому что сейчас они может пойдут вперед там знаешь будут рисковать там всякое такое думаю что и правильно было высушить игру за синюю или хотя бы не отдавать короче так просто да так это как и делала команда invisible именно в четвертом раунде они то есть противники увозили они увозили сразу еще один флаг но у них не получилось на последних секундах там я не помню какой правда игрок он увез флаг и доставил еще стал 43 как я и прогнозировал принципе до начала этого раунда можно так сказать мне нужно пойти купить лотерею но сейчас у нас пока что нету много увозов также было и в прошлой игре начнется очень много динамика игры повысится во втором третьем как ты это уже озвучил айнуб сейчас взял флаг будет уходить на центр карты но там есть марс с да чё мы сейчас можем найти в принципе привязанность такой клан как чикаго который недавно закрылся к армянам я не знаю может у них тесное общение но айнуб бывший капитан чикаго и не матерись как все и как-то они вдвоем что-то делаются в аром пауэр однако здравствуйте однако здравствуйте но сейчас трое игроков команды synergy были на против на базе противников но киллер о разобрался со всеми на своем вас пика рельсы просто прокружился через всех и показал кто умеет здесь владеть корпусом не матерись как все заходят сейчас в тыл его видит в арсес но не успевает зарядить рельс он сливает его но там появляется за спай также поступила информация сумра и и слышит и принимает и будет его делать тем самым временем динамит будет подхватывать флаг и терять центр да но он дальше не уедет и спикер ухо вернет сейчас такая вот закрепились ребята и synergy поставили один флаг отношения контрольная точка как в играх знаешь бывает и сейчас принципе от этого уже и отыгрываю сейчас могут они контролировать ситуацию в принципе кстати сейчас если они ходили ноль флаг я бы по моему мнению как раз таки игра не на их не на их стороне потому что синяя команда тогда может рисковать и увозить флажки понимаешь сейчас красным главное не зажиматься не нужно играть от того что у тебя сейчас один ноль играя того что у тебя ноль-ноль и тогда будет у тебя гораздо больше мотивации для того чтобы принести дополнительный флаг что что в принципе они сейчас и делают если айну бы сольют а его салют то у барса были бы шансы увести но там есть фри который может сейчас возвратить но его убивает эстер релкан какой хороший фокус сейчас он рай будет на смоке подхватывать флаг должен сбивать рельсу киллер о но киллер о как уже было сказано владеет своим васпиком и попадает по смоководу да и собственно ты знаешь все таки не прав в том что они там будут печально страдать все какое такое вот они везут второй флаг и в принципе они должны его ставить и armpower не та команда которая будет не давить морально и в принципе по игре и в общем-то ты не прав и 2-0 мы видим если я не прав ну в плане ну как смысле ты не прав ты говоришь ничего зажмутся все нам такое будет все печально но тем временем мы видим счет 2-0 нет я имел ввиду что что когда ты сказал то что они должны отходить от игры то что уже 10 у них то что у них есть один флаг то что если они будут это делать то они могут зажиматься им нужно играть от того что 00 и дооборот больше атаковать чтобы команда противников не на не пришла к нет как-то запутанно все не знают не дозревать таких ладно проехали сейчас киллер о будет пытаться взять флаг он обманул the spy дал рельсу эстер элгон остались оба на одну смаку можно так сказать да и не матерись как все в принципе сейчас должен использовать должен был использовать свою дэдэшка но как как-то он сейчас какой-то трюк сделал непонятный и так проехался и слили его сейчас принципе был бы неплохой заход потому что там был еще секретный крюха там отреспался но ребята не ценят такие моменты ценят не ценят но мистер геон сейчас будет увозить флаг на васпике там эстер элга на дэдэшке будет его встречать но есть двойная рельсат не матерись как все и киллеру и секретный на своей смоке возвращать флаг на свою базу а у динами сейчас есть неплохой заход принципе если бы он попадал по айнобу он бы мог бы с чистой совестью уходить на час он уходит на центр на дальше чем спуск он не выйдет в принципе ошибается ошибаются сейчас энерджи они подставляются под сквозные рельсы с обоих сторон там и киллер о им не матерись как все просто расстреляли их вдвоем путем как уже сказано было сквозными стрелами и тем самым кирюха может сейчас увести флаг на контур войны но нет там слишком много респаунов до откили роща с принципе сны сайнувом на дистанции хотел занимать насколько я понял платформу и это тактически важно важная точка потому что отсюда можно настреливать как и по центру так и по базе противника если и держать с умом то можно добиться неплохих результатов тем временем сейчас есть массовый заход в сторону платформы той же о которой я говорил секретный будет на дашке почти полный и есть айноб киллер о что же они смогут придумать есть чудо шка у базе но и на базе synergy и как-то они затягивают с этим есть респы уже в synergy промазал флагом да он хотел подхватить флаг и корпусом сделаться за домик но ему у него и к сожалению это не получилось тем самым команда synergy зареспаунилась и предотвратила атаку противника все все решают микро моменты тот же самый динамит только что прямо проехал мимо флага и кирюха тем самым его убил а так он мог бы уходить на центр и самурай бы на дашке бы в модуле с рельсой встречал бы но видимо нет да и ездить даже с принципе у динамита который он должен будет собирать я думаю вид и он в принципе должен не спешить помогать вести флажок а именно отстреливать малый мост я думаю мисс джон сам поставит потому что материс как все не особо тут заскиловал на рельсе и его разобрали неплохо ну мы видим 3 0 в первом раунде в принципе да а если это говорит о том что база сильная и это армяне то тогда в принципе все прощается это армяне это армяне и база сильная армяне а армяне а сейчас у нас занимает первую строчку в клановых планового рейтинга первую да именно первым но все может измениться если не забыл пройдут дальше всего прекрасно мы знаем не занимали бы они первую строчку если бы они выиграли мастера the sword которому как бы все кланы не особо так отнеслись ну серьезно да потому что так были лицы в самый разгар армяне неплохо подготовились и взяли собственно эти стоачей которые сейчас сыграли для них ну в общем хорошую роль да если так коротко говорить ну а безупречно армяне чемпионы ничего не скажут с этим вообще спорить нельзя это опасно ампауэр у нас играет за синюю сторону да это мы уже поняли и ты говоришь что они чемпионы но они проигрывают сейчас но какая разница они чемпионы ты что ты что ты имеешь против нет 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 ну вот и все так и первый раунд у нас тем временем подходит концу и 3-0 многословный счет я бы сказал сейчас второй раунд посмотрим как все изменится смогут ли они увести те самые три флажка за синюю сторону да в принципе сейчас можно сказать все карты в руки для армпауэр и сейчас посмотрим чего они смогут добить это сильной базы ну что выиграют раунд выиграют уверен ну если смотреть то что как ты сказал что все карты им в руки то сторона на ихне стороне сторона на ихне стороне это да но это синерджи а не какие то там ребята из 116 посмотрим 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 да возможно вот в принципе если мы видим какую-то тактику знаешь я бою кусочек от дефовой стороны точнее от синерджи то это будет неплохо интересно кого они поставят деф все-таки смыку или рельсу и будет ли два дефера или один этого уже будет начинаться в принципе основы атаки что ж пока у нас самоуничтожение можем почитать описание карты молотов который нам предоставляет википедия или так сказать танкопедия карты предоставляет собой небольшой городок проходящий мимо железной дороги на стороне синих практически все пространство занимает возвышенный синий паз на возвышении находится старые четырехэтажные дома но правда двухэтажные ну ладно и вокруг также нескольких спусков ведущих на ровные участки земли то что было и сказано то есть ой синяя сторона выше чем красный поэтому легче вести флаг это то же самое как и на карте барда когда если прыгали в деревню то флажок практически увез то же самое здесь вывел флаг на на центр то ты его увез а синий база это очень сложно сделать увезти флаг потому что там деревне там открытые прострелы на красный факт то есть и с вышки с левой стороны и с того же самого мостика из рельсов но посмотрим как сейчас синерджи реализует свою синюю сторону тем временем начались у нас уже второй раунд начался тут я видел в чате что говорят сейчас ап втащат но мы посмотрим посмотрим есть секретный уже на дэшке и это что-то говорит это говорит то что сейчас будет будет больно да в дефе синерджи но динамит так не думает со своими сокомандниками за спаем и барсом будут уходить и барс еще забирает за спай за извиняюсь забирать дэшку а секретный я не понимаю что делает он надо дэшный смоки едет на возврат его после сливают что ну ребята ну это несерьезно он мог заходить на флаг или далее привет марли в минусе давай полежим принципе на флажке можно принципе полежать еще не все потеряно ну да ладно дэспай открывает счет в этом втором раунде и еще останутся 1-0 в команду пользу команды synergy ну что ж доступен стиля стоит шепки но там еще также сыграл очень красиво мистер барс с который мистер барсес мистер барсес я его мистера вызываю которые 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 а моментальную реакцию дал рельсу то есть он сделал вертушку и убил того самого игрока который зареспаунился сзади и и это помогло увести флаг да но ребята я не не и вот в этом моменте когда как раз счет еще был 0-0 из секретный принципе мог бы его изменить потому что если бы он поехал на флаг на дэшный смоке который так тащит ну я не знаю он бы не то чтобы оттащил он бы мог еще привести если бы уследил за всеми рельсами и все бы сбил ребятам пришлось не за него отдуваться и free упал минус прямо за флага это как-то печально немножко остается у нас еще 7 30 так что должен быть реабилитироваться так сказать армяне командарем power да неплохо часом самурай отыгрывал на смоке там одного чуть минус не кинул другого тоже продамажил они здесь как все у нас полежит в принципе может себе позволить бывший капитан чикаго и дроп у нас тот самый пошел который сейчас либо даст флажок кому-то из команд либо просто заставит понервничать неплохо мистер джон отжал про задашку секретного на опыте так сказал и неплохо навел там шороху но тем временем армяне не матерись как все и поддержки киллера кирюхи фри будут уходить и слушай неужели они начинают реализовывать красную сторону 1 1 этот поворот ну что ж поворот армяне играют как умеют и ставят очередной флаг ну не очередной ну ладно первый можно так сказать в свою копилку но сейчас будет 2 3 сейчас не матерись как все заходят на дальний 3 стр элган промахивается у него есть большие шансы увести тем более то что у него есть модуль от рельсы но там встречает его сумму рай на своей смоке и просто просто не дает ему да сейчас очень странный аниматерись как все попал по самураю который сбил прямо в край корпуса его я просто следил за ним ладно пожалуй увидим сейчас фри принципе бит и тут будет заходить динамит но нет у него поддержки есть секретный который еще спину ему настреливает динамит не поспешит заходить все правильно делает да динамит просто троллят вот сейчас он выждрались от фри очень красиво сыграл и отвлекает на себя сейчас и секретный который играет на смоке и игрока айнуб которые оставляются но он получает ресурс другой половины карты от игрока от кого он получил рельсу от айнуба а он со своей картам просто это эстер элган по нему дал он не понял что это его сакланами они перепутали пар сейчас промазал и секретный с ним разобрался но получил рельсу от мистер джона получил вторую но он до сих пор живет потому что у него есть модуль от рельсы не метились как все сейчас попытался можно так сказать увести второй флаг но не получилось но тем сам тем временем динамит подхватывает вражеский флаг и его теряет секретно разбирается с мистер джоном сбивает ему прицел командарь power до сих пор не могут зайти вместе на флаг что противника то есть одиночные заходы попытка увести по одному это работает как мы видели в первой битве но если ты на вас пике но на харьке это будет очень сложно сделать тем более когда самурай постоянно ездит в деф и знает то что едут туда противники сейчас трое какая из команды сына же просто на флагштоке они правильно делают то что не не идут в атаку а просто приоритет своему флагу отдают тем более за синюю сторону и сейчас кирюха был в минусе уходить но тут фокус от его самурай который даже сливать секретно он уйдет там еще есть аптечка но он ее замечает будет подбирать но там есть массовый перехват от на рельсах от эстер элган барса и динамита который занимает домик позицию будет просто тролить какую хорошую смазлую рельсу дает динамит и не матерись как все просто никуда некуда ему ехать у него есть правда модуль от рельсы он даже плохо но неплохо динамит уехал и в принципе ключевой сейчас был в этой ситуации я тащил и еще так сказать и дал почву для возврата а в принципе сейчас можно и поставить да потому что никого нету и это будет 2 1 до динамит был плей до тем временем в чатике у нас появляется новое сообщение айну сейчас будет наверное сливаться но он почему-то едет опять в дэв команда арм пауэр дело правда проблема в том что они приоритет своему флагу отдаю за красную сторону не за синюю то есть первом раунде если они атаковали то во втором раунде они почему-то стараются сидеть больше в дэфе тем более они круто проигрывал им это надо делать но посмотрим как все будет у нас еще третий четвертый раунд впереди сейчас кирюха подбирает флаг будет уходить на центр но эстер элга на стрёме убивает его и возвращает флаг вот сейчас не матерись как все киллер о просто стоять на флаг у себя в деревне зачем ребята просто занимайте мостик с правой стороны занимайте мостик с левой стороны и просто паспик пусть по центру заходит забирает факт увозят а вы просто помогайте с помощью рельсов это же красная сторона как мы уже говорили она гораздо сильнее сейчас мистер джон уходит айнуп промахивается и поэтому сейчас мистер джон ушел мистер барс барс с извиняюсь будет встречать его вместе за спаем айнуп опять не дает у рельсу не потому и поэтому мы барс уходит еще дальше чем было положено можно так сказать ибо флаг будет подбирать самурая у него дашка еще модуль от рельсы и будет ставить наверное флаг тем более он может сбивать пару рельс остается на одной рельсу но не успевает это произойти и это становится 31 в пользу команду synergy за синюю сторону это будет первая победа синих стороны за сегодняшний день тоже деспай хорошо убил игрока фри но он не увидел секретного этим самым тот с ним разобрался сейчас не матерись как все будет уходить на центр но самура опять же разбирается кстати смог и мог а команда synergy стоит всегда в дефе то есть она никогда не ездит в атаку я не знаю с чем это принято решение такое но она очень правильно потому что все рельсы могут фокусироваться тогда на атаку а смока просто стоит и разбирается тем более если она умеет сбивать рельсы то ей это совершенно не проблема бояться в одиночке я с тобой соглашусь и мы видим что тоже 3-1 то что тоже значит это не 3-0 конечно да самурая в принципе это соглашусь с тобой что это правильная позиция стоять сейчас оставлять смоку за синюю базу в дефе многие кланы так делают потому что в принципе тяжело это заходить я первый раз это вижу но за моим ты же знаешь что я не очень за танками слежу но сейчас умрает смотри он в дефе с ддшкой отжал у противников и будет ехать на флэшток он не увидел конечно нуба помедлил немножко но ничего сейчас он зато секретного должен сливать я хотел не секретно сливать его на одну тычку наста на и остается и в принципе 28 секунд нет уже какой-то угрозы для synergy и лаги мы видим на карте ддос армян это конечно шок какой-то смысле нету никакого ддоса это просто танки лагают и сейчас кирюха будет возвращать флаг не будет доставка четвертого флага и счет становится 2-0 в пользу команды synergy и у нас будет третий раунд сейчас армянам нельзя проигрывать ни один раунд не просто не отдавать никакой флажок если они хотят игру вывести в счет на счет 2-2 и поиграть с synergy на форесте но если еще они действительно выиграть хотят ну третий раунд все покажет synergy сейчас выглядит немножко посильнее чем арм пауэрис даже больше чем немножко но больше чем немножко и они скорее всего могут выиграть за красную сторону не знаю что это может быть но замена да мы видим пока ну сейчас наверное сразу говорит что это точно замена не вариант давай все-таки дождемся делитов да это может просто игрок зайти чтобы отжимать дроп как ты уже ранее называл массовка да массовка точно сейчас в принципе synergy и должны себя комфортно комфортно чувствовать потому что 2-0 затащили они и за так называемую слабую базу и за сейчас они в принципе за сильную и сейчас карты к ним переходят в руки и армянам сейчас будет конечно не сильно да карты в руки как ты говоришь но конечно же сторона играет большую роль и все тому подобное но если ты играешь хорошо как это сделала synergy во втором раунде то можно и выиграть конечно же за синюю сторону нет ничего невозможного да в принципе сейчас вот что-то там отписывает free додос рулит мол его додосит и вся команда смеется ну на ну что мы видим тиска все тоже там что перезаходит час мы будем добиты тогда мы точно можем сказать кто будет отыгрывать стартовым да я напоминаю что по окончанию этого этой битве у нас также будет розыгрыш призов как всегда голодоприпасов так что не расходитесь ставите своих друзей ведь и тогда шансов выиграть больше чем без больше зрителей на смотрит тем больше голодоприпасов мы будем разыгрывать да это верно тем временем прошли нас делиты и собственно заменку можно подметить в составе армян за вас hero заходит вместо секретного который был на смоке а вот на смоке кто сейчас играет warm power я пока не скажу мы знаем что last hero неплохой игрок не игрок он играл недавно в турнире который мы транслировали тут golden series счет там он добился но я не знаю чего ну чё-то додобился да молодец сейчас правда цветером они играют arm power нету шестого игрока не знаю чем это связано айну вышел и не хочется ходить обратно также замены нет а вот появляет игрок симонян посмотрим на чем он будет но те из-за этого из того что их было 5 из того что было их 5 раз у мурайва увозит флаг и уже ставит 50 секунд им хватило для того чтобы повести флаг ну команде синерджей поставить его да довольно таки неплохо ну может действительно это замена ну и сейчас знаешь мы увидим в принципе если грамотно заиграют synergy плане атаки то мы сейчас увидим очень большой 5 я так выражаясь не знаю кто будет выглядеть давай все таки посмотрим потому что тут уже просто вот ну самурай просто стоит уже на флэштоке и вот просто ждет флаг ну такое то не знаю недопустимо как помню ну да и в профессиональном киберспорте такое должен не должно быть но там видимо какие-то технические проблемы у команды arm power не будем об этом забивать как-то их это уже до этого озвучил должна не собраться с силами это не так легко сделать тем более что симонян новый смоковод у команды arm power то есть он надел смоку давайте поможем все таки чтобы не додосили будем поддерживать морально наверное так пишем все в чате блин хэштег не додос армян да 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 кстати потому что может им как то это поможет и они соберутся с таки затащат ээээ короче у нас сейчас очень очень хорошая обстановка в комментаторской будки а мы продолжаем комментировать вам игру arm power против ну да я не знаю жули это или это как-то таковая об этом назвал может быть видно что ребята могут себе наверно позволить проигрывать 30 и как-то не знаешь несерьезно отыгрывать по табу по крайней мере у п ниже единицы у синерджи никого я не вижу а у тех от соответственно выше единицы я никого не вижу и что это говорит статистика как решает статистика решает но смотри каждое поражение не просто так то есть после каждого поражения есть какой-то смысл и у нас что-то с самураем произошло его он тоже вы выкинула его из битвы покинул он бой ступил обратно я не знаю что происходит сейчас на карте но киллер он пытается по крайней мере взять флаг и не дать поставить юбилейный флаг для синерджи а он же 5 он вывозит но промахивается через ворота по всем и спай просто возвращать флаг данный свой флэшток и 50 ну я не думаю что поража смогут выиграть этот раунд ты и я тоже я не знаю я скажу можно было скажу что я знаю хэм в нем не судит может быть знаешь я верю в чудеса так что сын и же могут просто в пятером вылететь или еще что то и дальше сбросим уличею да нет еще раз просто там не знаю комета упадет еще что то вон там как в челябинске то еще не пилит ай может и правильно ребята не отчаиваются и будут заходить и смока на 0 хп заходил он там еще по малому 3 есть не знаю что тут придумают заласт хироу пытался брать флэшок но у него это откровенно говоря не выйдет и мы видим уже на васпике его но тут в принципе тоже не особо поможет своей команде так так ну и 5 0 и как-то синерджи можно сказать расслабились потому что они не трогали флаг уже где то минуту хотя миссарджон меня поправит да тем временем ребят я позволю себе открыть розыгрыш и кодовое слово у нас будет припас а точнее вы должны написать в чате отвечать восклицательный знак припас чтобы выбирать какие то голодоприпасы либо же кристаллы которые мы сюда разыгрываем и в принципе за 5 минут я думаю вы все это успеете написать напишите пожалуйста больше двух раз чтобы система вас правильно прочитала и чтобы не было лишнего флуда а мы продолжаем и 5 0 пока мы видим что собралась команда arm power либо расслабились синерджи посмотрим что сейчас будет а сейчас самурай подхватывает флаг ну не видит фри его просто не видит вот смотри что делает самурай ты видел что делал самурай он просто не выдавал ни одну смоку чтобы отвлекать на себя внимание все таки отвлек и фри сейчас должен возвращать флаг мистер джон не получилось закрутить но это что-то было просто что-то самурай well played это был красивый момент ну не знаю сейчас в принципе синерджи можно думать уже о том что с кем он встретится в финале кстати а с кем он встретится в финале с умами да надо прочекать мы все таки узнаем и вам скажем мистер джон скидывает флажок сейчас там динамит будет подбирать ну что же может мы видим шестой здесь есть эстея против него есть кирюха и келеро сейчас посмотрим что это будет самурай будет замыкать эстера и лгана ну-ка стягиваются ребята из армян из армпауэр изменяясь и поставят самурай все таки да небольшая заминка ну сами понимаете бывает и такое ну 6-0 мы видим 3 минуты до конца и тут в принципе я не знаю что здесь еще говорить симонян набрал уп ровно единицу это это экселент это хорошо и динамит поставить как красиво он корпусом выжить чего разбираться такой саш прям показал прям нужны спецэффекты какие нибудь здесь да ну нет но это не игра это не знаю что это это солянка и даже сложно не знаю что это все почему это секретный вышел просто на смоке был теперь как то они не могут совраться капитан команды вроде бы секретный на данный момент если я не ошибаюсь хотя там столько раз уже эта ветка менялась что если я ошибусь то это в принципе не так уж и страшно припас продолжайте ребята писать те кто еще не написал а те кто уже написал один раз и лучше не рискуйте дабы может вы победите динамит как-то мучается от смоки и восьмой флаг он поставит неплохо и даже у нас 100 очков отрыва он шел The Last Hero пишет что у нас ДДОС но ребят давайте быть все как бы адекватными да хотя бы стараться и да действительно пишите вот официальные вот эти вот жалобы и наказания да которые я знаю есть да тем временем все таки есть такая инфа что второго полуфинала не игралась и это вполне возможно что у нас будет большой небольшой перерыв а тем временем 10-0 мы видим на карте и это можно хоронить рампауэр но нет у них еще есть шансы да есть шансы в принципе минута 30 сейчас в принципе по кд можно выезжать как-то они бы ну знаешь 6 они не дают но больше 6 наверное не поставят да это все правильно вот даже в чате твича ребята пишут что делайте замены если вас ДДОсят понимаете свестись на 1 IP если уже то речь пошла в принципе не проблема это уже ваше дело и сверху на трансляции мы видели что несколько полагала и что там какой то додоз был а кстати по поводу перерыва невидимы еще далее второе финалисты и вы сможете пойти попить чай или что то еще поделать по дому визатор в понедельник мы все знаем для кого рабочих для кого еще бы а для кого то колонские каникулы да 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 ребята и у нас тут насколько я понял будут долгие задержки в плане того что мы будем долгождать второго финалиста потому что там щекос перегрыт с авилонами ну посмотрим я думаю вы те кто действительно захочет посмотреть финал который будет ну обещает быть в общем то прикольным и интересным вы останетесь а будете в чате твича у нас волкодав он же шот будет вам давать инфу что и как и заканчивается у нас третий раунд 16-0 браво синерджи поздравляем мы что в финале и кирюха 183 принимает на себя удар этот так сказать ну а мы уйдем наверное на музыкальную паузу и еще не знаем а хотя да давайте мы наверное сразу же разыграем и много у нас сегодня ребят смирит это очень приятно есть для кого стараться можно так сказать да и наверное три голдоприпаса и пять тысяч кристаллов если я не ошибаюсь а вот мой ник был обязательно говорить да ребята я хочу с вас предупредить что вы сейчас видите на экране у себя сетку и увидите тех самых вавилон чикус которые еще даже не сыграли так что вы сами в общем то будете а сетка обновляется в режиме реального времени так что сами будете следить если что вам все эти подскажут ну давайте разыграем в принципе первым у нас победителем станет патриот 64 рус ты выиграл голдоприпас напиши свой ник в танках тут на твиче патриот 64 рус напиши свой ник потому что а ребят извиняюсь сказал не такую пройдемую инфу два голдоприпаса и пять тысяч кристаллов мы разыграем да следующий второй у нас станет скри так так сейчас я всмотрюсь скрил эксп скорее всего что-то в этом плане напиши свой ник в танках аналогично в принципе все условия те же дэниелс хаос привет я рад тебя видеть ребят да и поступила такая информация что да я вижу ник спасибо поступила такая информация что будет довольно таки долгий перерыв потому что еще не сыгран аж первый бой Вавилон Чикос а вы сами понимаете что это печально ну вся инфа будет в чате либо же на экране и давайте пять тысяч разыграем и у нас станет лукойл неплохо напиши свой ник в чате да большое количество у нас народу сегодня лукойл напиши свой ник в танках тут на твиче чтобы мы начислить тебя могли тебе начислить пять тысяч кристалликов у нас тело тебе тоже привет если я правильно прочитал твой ник ребят бой вавилонов не можем показать по той причине что они уже начали играть и они не играют ну насколько я понимаю очень долго они даже не сыграли еще в первый бой так мы уже второй закончили транслировать да да ребят на длительный перерыв ну или мы не знаем на какой еще точно перерыв мы уходим спасибо все таки за розыгрыш за то что все быстро отписали и сейчас не уходите что какая то еще инфа будет в общем то оставайтесь здесь на мотор сайт о том что как ненужное просто допустим новое такое форекс это уже не Продолжение следует... Продолжение следует...